Поселка, храмы тут, поселок. Это принцип хаджа в Мекке. Они ходят вокруг столба своего, православные ходят вокруг храма, а мы ходим как участок парикрамная дорога. Примерно парикрама, так и называется. И мы пойдем по этой дороге вокруг очень много храмов священных. Во время этого похода мы должны сконцентрироваться на внутренних ощущениях и на том, что мы читаем мантру. Мантра отвлекает наш ум. И в тот момент, когда ты читаешь мантру и загружена этой мантра, у тебя бывают инсайты, озарения, поиски, ответы на какой-то вопрос, допустим, если тебе это важно. Если тебе сейчас не интересуют никакие ответы и поиски, то считается, я утверждаю на собственном опыте, что если ты загадал желание, ты читаешь мантру и совершаешь парикрам, это желание исполняется. Пример, то, что я сейчас здесь нахожусь, потому что в прошлый раз я читал мантры с желанием сюда вернуться. И Всевышний распорядился, я сюда вернулся. То есть два способа использования. Один способ – это для внутреннего духовного развития, а второй способ – практически получить что-то. То есть можно либо так, либо так. Поэтому я предлагаю начать сегодня с какого-нибудь желания для начала. Не нужно там сильно в технику какую-то там вдаряться, а просто какое-то желание. И попросить обязательно какого-то знака, что ваша парикрама набрала нужное количество энергии. Ну какой-то знак там, типа что это сбудется, там будет обязательно. Все нормально, что на том пути. Да, знак будет какой-то, например, там подойдет корова ближе к тебе, вот просто на ровном месте. Или какой-то садху тебе реально подойдет, скажет, там что-то такое нестандартное. Ну вот в обыденной жизни проявится, зайдет и выйдет. Вот этот момент важно отследить. Научиться сопоставлять связь духовного и материального мира. Вот практика какая. Потому что люди бывают, много практик совершают, они улавливают эту связь. Да, им пришло как бы «на, все нормально», он пролетел, да? Он не понял, да. Научиться распознавать эти знаки – это крайне важно. Потому что если ты не получил знак, значит ты что-то сделал не так. То тебе надо что-то переделать. Да, да, да. Вот это вот важный очень аспект. Вот это все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, хорошая она. Все нормально. В этом городе нельзя купить мяса никакого. Ни сосисок, ни колбасы. От слова совсем. Ну, жива. Внимание, вопрос. Как она выжила без сосисок? И так далее. Да, вот нормально все она готовит. Кузика у нее есть, не упал, кшень, живот, ребра, все на месте. Мы разбили мифы, видите? Ну да, оказывается, собаки могут жить и без мяса. Да, да, да. Вот так вот. Вот вам Индия. Доказывает, что все возможно, объективно. Объективно по 1-1. Да, просто во Вриндаве просто мясо не найдешь. Вот и все. Тупо. И вот этот собачьего корма тоже. Потому что его надо из чего-то делать. Ну да. И кто бы кормил. И кто бы кормил собачьего корма. Прикинь этот мешок. Нормально. О! Это вип-салон. Это вип-салон? Все, есть вип-салон. Вот так. И все. Видишь? Порвал. И все. Ты смотри, ругаешься. Ага. Передувал. Вот вон она, вон она. Ага, вырвал. Раз. Я живу. А что здесь? Босиком гонять вообще нормально, да? Вообще правильно босиком, да. Но я боялся травмировать вашу психику. А босиком надо идти? Да. Да, 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 да. Ну, это... По желанию. Это как бы... Ну, это такое... Современные вайшнавские... Толкования допускают по рикраму с ланцами, да. Ну, так что, мы уже тогда на эту рикшу сели, и мы, блядь, 15 минут. Ну, это... Ну, подожди. Ты хочешь... Доехали, вытормознули там, это... Масали, бахнули. Посидели. Ну, ты прям сразу хочешь сразу в экспресс. Экспресс это последние дни, понимаешь? Надо же, чтобы было с чем сравнить. Так босиком надо, да? Снимайся на дежурной стороны. О! Какая-то мелочка такая. А я пройду, смотрю все босиком и думаю, надо будет еще... Туда я уже полностью переоденусь, туда и босиком. Да, 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 да. Да, так... Поглаживает, убирает. Вот-вот, это вообще, посмотри, как они делают. Они вот перебирают. Они же друг друга. Да, и облизывают там, выщипывают. Вот это забота? Да, да, да. Что-то ближних. Какое племя бандитское. Интересно, да? А вот, смотри, блядь. Ну, вот недолюди, да, вот, вообще такое... Видно, уже движуха есть? И вот все равно не это. А, мои красивые, начали. На. Банда. Банда. А, вон, смотри, у кого это... Знаете, это одичавшая армия Рам, она была очень огромная, но в том числе там были реально обезьяны. Знаешь, когда там миллиарды двигаются, там кто-то отстает, кто-то там заболел, они оставляют, знаешь, там, еще что-то. Ну, по ходу движения, когда огромные идут, все равно все не заходят. Ну, кто-то или там, наоборот, это собираешься обратно идти, оставляешь отряд, чтобы он заготавливал там дрова, воду, ну, постоянно. И они чисто обеспечением занимают. И вот мне этот объяснял Брами здесь, говорит, вот поэтому мы к ним относимся, да, восемь. Вот остатки армии Рамы. Да, смотри, запоминаем, вот эта арка. Вот видишь, вот она. Мы идем с Гапишвара Махадеф на обряд нашего праотца Авраама, который делал питьевые подношения. Гапишвара Махадеф. Гапишвара Махадеф. По машине. Да, что там по машине. Кто там? Ля-ля, ехать, обязательно достань, что-то хочешь. А игрушечка стоит. У меня там новых машин, их по определению. И игрушечка стоит. Ну, все, новая она сразу стала почти новая. Смешнее. Гапишвара Махадеф. Гапишвара Махадеф. Банда на отдыхе, вы что-то уставшись, как-то уставшись. Держи, держи. Такое, что вы на меня смотрите? Рефлекс должен быть. Да есть, есть рефлекс. Он явно зачем-то бежал. Рефлекс должен быть. Рефлекс должен быть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»